Добрый вечер! Здравствуйте! Это программа Афиша. И прямо сейчас я расскажу вам о том, как можно с пользой для души и разума провести время до конца следующей недели. Тем более, что культурных событий в Первоуральске будет предостаточно. Полетели! Согласитесь, что зачастую мы бываем недовольны решением профессиональных жюри киноконкурсов. Вот были бы мы членами киноакадемии, мы бы отдали Оскара, Нику или Золотую Пальмовую Вет в совершенно другому фильму. Хотите попробовать себя в роли не кино, а мультакадемика? Нет ничего проще. Для этого нужно просто стать зрителем Всероссийского фестиваля анимационного кино и принять участие в акции «Открытая премьера». Ее проводят уже 7 лет подряд. Этот фестиваль известен всем, кто интересуется мультипликацией. В его рамках по всей стране демонстрируются новейшие отечественные мультики, а победителя выбирают зрители. Увидеть работы открытого фестиваля можно и в нашем городе. Специально для Первоуральцев каждый день почти на протяжении недели будут показывать по 3 часа мультиков. Так что запасаемся попкорном. Мы все помним такие фильмы, как «Одиноким предоставляется общежитие однажды 20 лет спустя» и «Отцы и деды». А знаете, что их объединяет? Да просто сценарии к ним написал известный писатель Аркадий Инин. Как создавались эти шедевры советского кино, вы можете узнать из первых уст. Аркадий Инин приезжает в Первоуральск. Прежде всего, Аркадий Инин известен старшему поколению как один из отцов-основателей телепередачи «Вокруг смеха». Но в этот раз на сцене сатирик будет не только шутить. Встреча предполагает живое общение с залом. У вас будет уникальная возможность спросить писателя. О чем? Да хотя бы о том, почему он в юности так сильно не хотел становиться инженером, что после 8 лет работы по специальности поступил в институт кинематографии. Ну или о том, как написал сценарии к 45 фильмам и нескольким сотням радио и телепередач. Как он выбирает произведения для своих сатирических сборников. Разумеется, на творческой встрече покажут и отрывки из известных и любимых кинокартин. Любители классической музыки на предстоящей неделе ожидают сразу два приятных события. Во-первых, в нашем городе даст концерт основатель и художественный руководитель крупнейшего в России международного фестиваля «Бах-фест» Тарас Богинец. Вместе с известным органистом в концерте «Бах для начинающих» примут участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов, музыканты Уральского молодежного симфонического оркестра, флейтистка Маргарита Шубина, скрипачка Ольга Федотьева и виолончелистка Анастасия Чернухина. Виртуальный концертный зал «Бах-фест» вновь приглашает слушателей. На сей раз перед вами выступят музыканты Национального академического оркестра народных инструментов имени Николая Осипова. Несмотря на то, что концерт будет проходить в Москве в концертном зале имени Чайковского, с помощью современных технологий вы станете его слушателями, не выезжая из города. Основатель оркестра Николай Осипов в свой путь к званию заслуженного артиста начал с того, что брал уроки игры на балалайке у дворника. Потом он закончил Петербургскую консерваторию по классу скрипки, но любовь к, пожалуй, самому русскому народному инструменту не потерял. Для вас прозвучат не только русские народные песни и романсы, но и произведения таких композиторов, как Джойс, Будашкин, Малеров и многих других. Создавая в 1972 году песенный коллектив, гомельские музыканты и не думали, что очень скоро их песни будет знать каждый житель одной шестой части суши. С первых концертов вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» буквально покорил сердца слушателей. В первый раз приезжает солист группы Александр Дроздов. Популярность к коллективу пришла довольно быстро, а уже через три года музыканты выпускают стартовую пластинку. Популярность группы «Синяя птица» дает журналистам и критикам повод сравнивать их с британскими Битлз. Миллионы поклонников узнают музыкантов в лицо, а билеты на их выступления практически невозможно приобрести. С годами, несмотря на распад и возрождение, популярности группа не растеряла. Самый первый шлягер команды, знаменитая песня «Клён» популярен и сегодня. Олой, олой, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, в поле бродит млад, а любовь, как сон, стороной прошла. Первоуральцам предлагают поиграть со светом и разогнать мрак ночи. Второй раз наш город присоединяется к фестивалю светового искусства «Нетемно». Этот фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2012 года. Сегодня из мероприятия для узкого круга интересующихся «Нетемно» превратился в культовую акцию. Ежегодно участие в ней принимает несколько тысяч человек. На площадке перед ИКЦ также появятся работы световых художников. Помимо работ первоуральцев, возле ИКЦ разместят инсталляции екатеринбургских художников и студентов Академии современного искусства, сделанные специально для фестиваля. Ну и в завершении программы, как всегда, о киноновинках. На следующей неделе я рекомендую вам обязательно посмотреть новый российский фильм «Один вдох». Кроме захватывающего сюжета, он будет интересен еще и потому, что сценарий для картины был написан по реальным событиям. Прототипом главной героини фильма стала чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова. Этот вид спорта женщина открыла для себя в 40 лет и очень скоро установила мировой рекорд. Погрузилась без акваланга на 100 метров. До сих пор достичь подобного смогли только два спортсмена-мужчины. По сюжету фильма «После развода с мужем» главная героиня отправляется на отдых к морю. Там она знакомится со спасателем Игнатом, который открывает ей мир подводного плавания с задержкой дыхания. Ну вот, собственно говоря, и все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. Помните, в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное. Пока!